Малышка Меня зовут Нелли Николаевна. Я родилась до войны. Жили мы в городе Гомеле. В эвакуации я пошла в школу. И жили мы в детском доме. И там познакомилась, наверное, с первыми книгами. Самое большое впечатление на нас оказали книги, написанные о войне. Одним из самых любимых моих произведений был роман Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Это книга о замечательном человеке, летчике Алексею Марисеве, которого в одном из боев сбили фашисты. Но он не погиб. Он упал самолетом в лес, чудом выжил. Но пробыл в лесу зимой много дней. Его спасли ребята. После этого ему сделали, ампутировали ноги и поставили на протезы. Когда он научился ходить на протезах, он очень просился снова в армию. Снова хотел летать, но его долго не пускали. Потом все-таки разрешили летать. И он до конца войны сражался с фашистами. Он получил звание Героя Советского Союза. Эта книга учила нас мужеству и огромной любви к Родине. Очень любила читать Симонова. Его и книги, и стихи. Особенно мне нравились стихи Симонова. Были такие еще стихи Мусы Джалили, Моабитская тетрадь. Это очень тяжелые стихи. Очень тяжелые. Когда читали мы их, то постоянно плакали. Но неизгладимое впечатление лично на меня произвел роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Это роман о мужественных молодых людях, которые после школы, когда фашисты заняли Краснодом, организовали подпольную организацию и сражались с фашистами. Но получилось так, что их предали, а не попали. Фашистские застенки, где их очень жестоко мучили. Но молодые ребята не сдались и там. Не предали свою Родину, не предали своих друзей. Все они погибли. До сих пор многие люди, особенно люди старшего поколения, помнят о них, чтят их и любят за их мужество, за их отвагу. Я хочу рассказать о том, как роман «Молодая гвардия» повлиял на меня. Однажды со мной случилось как бы несчастье. Я сильно заболела. И меня мучила такая жуткая боль, что я начала дико кричать. Все мои родные испугались и переволновались за меня. Я кричала, кричала, пока не вспомнила о молодых гвардейцах, которых пытали, мучили, но они молчали, не кричали и выдержали все пытки. Эти книги учат не только нас, но и вас ребята должны учить тому, как любить Родину свою, как ее в нужный момент защищать, как любить своих родных, близких, как не предавать, как не быть злыми и не быть завистливыми. Книги, хотя и написаны о страшных событиях Великой Отечественной войны, но учат они нас всех добру, любви и помощи друг другу. Поэтому читайте, как можно, ребята, больше книг и о войне, и о мирной жизни, и о дружбе людей между собой. Я вам желаю быть такими же мужественными, добрыми, отзывчивыми, как были люди нашего старшего поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова